Украинский шоколад Для своей продукции харьковская кондитерка использует только натуральные ингредиенты. Какао-тертое и какао-масло предприниматели покупают через лондонскую биржу у поставщиков с проверенной репутацией. Кроме этого, на производстве внедрили американскую систему ХАСП – гарант безопасности пищевых продуктов. Также здесь изготавливают органический шоколад, на что имеется соответствующий сертификат. Это значит, что на всех этапах производства соблюдаются стандарты органик. То есть фермеры, когда сажают бобы, они не используют ни пестициды, ни гербициды, никакую прочую химию, которая опасна для человека. В период сборки урожая деревья не обрабатывают и так далее. И до, собственно говоря, упаковки продукции уже в готовую упаковку. Проблемы украинских производителей сладостей хорошо известны их коллегам из бывших союзных республик. Калев – главная шоколадная марка Эстонии. В СССР завод был знаменит тем, что производил первую отечественную жевательную резинку. После развала Союза – мучительный период поиска новых рынков, нового ассортимента и формата продаж. Сегодня Калев – такая же визитная карточка Эстонии, как и легендарный ликер Ванна Таллин. История и традиции региона теперь одна из основ шоколадного бренда. Кафе «Мая Смок» на улице Пик – это одна из самых старых частей огромного концерна Калев. Кафе было основано в 1864 году. «Лакомка» – так переводится название кафе. Оно – одно из самых старых в Эстонии. Невероятно, но здесь удалось сохранить аутентичные интерьеры столетней давности. В кафе, которое входит в число наиболее посещаемых туристических объектов в Таллине, нас ждет Отто Кубо – живая легенда Калева. Мастер работает на предприятии с 1955 года. Его искренняя любовь – марципаны, которые здесь делают вручную. Осталось у нас даже до сегодняшнего дня около 200 старинных оригинальных форм. И в них по традиционной технологии рабочие прессуют марципанную массу, которая содержит очень хорошо размеченные ядра миндаляс, смешанные с сахарной пудрой. И после этого художницы раскрашивают натуральными, съедобными пищевыми красками фигурки. «Майя Смок» при всей своей туристической специфике – реально действующее подразделение концерна «Калев». Здесь производится 1% общего объема продукции. В основном марципаны, изготовленные вручную конфеты, подарочные наборы. Стандарты производства даже жёстче общеевропейских. В 2010 году «Калев» купили норвежцы. Теперь это самое современное производство в странах Балтии. С советским уровнем не сравнить, говорит Отто Куба. Предприятие стабильно прибыльное, хотя и потеряло со времён СССР большую часть стран, экспортировавших продукцию. В 70-80-е годы мы экспортировали. И тогда это было 26 стран, от Суринама до Японии. И потерялись бывшие долголетние торговые связи. Надо было найти новые, тогда уже в западную сторону. Это всё-таки удалось. Модернизация производства и переход на стандарты ЕС – важная задача для украинского шоколадного рынка. Но не менее важен и правильный маркетинг. Эстонский «Калев» сделал ставку на локальный рынок и соответствующую коррекцию бренда. Украинские производители шоколада и кондитерки до сих пор ищут свою нишу и своего покупателя в Европе. Иногда доходит до парадоксов. Так в Польше хорошо знают и любят продукцию львовской шоколадной фабрики. Правда, под другим названием – краковская мануфактура шоколада. Выход на рынки Европы под другими брендами украинских компаний – это есть маркетинговый ход для того, чтобы наиболее лучше и основательнее зайти на рынок присутствия той либо иной европейской страны. Потому что не всегда название бренда украинского может переводиться адекватно на язык той страны, куда выходит данный товар. Европейский рынок, открытый для украинских производителей в связи с подписанием договора о зоне свободной торговли и ассоциации с ЕС, один из самых привлекательных для производителей шоколада. Это 32% мирового рынка. В странах Западной Европы среднегодовая норма потребления шоколада – 5-6 килограмм на человека. В Украине всего лишь около четырех. У нас пока не славится еще страна. Нет такой марки у нашей Украины, как страны, которая производит самые лучшие продукты питания. Поэтому бороться нужно в том числе с некоторыми стереотипами. Более того, как показывает практика, не всегда партнер твой зарубежный смотрит на твою низкую цену, как на твое преимущество. То есть они больше смотрят не на продукт, а на историю твоей компании, на успешные кейсы выхода твоего, на другие рынки смежные. Что до качества украинских конфет и шоколадок, эксперты говорят, львиная доля продукции соответствует европейским стандартам. Что в преимуществах? Ну, прежде всего, достаточно высокая качество. Хороший технический уровень производства, потому что наши кондитеры занимались последние 20 лет обновлением и продуктового ряда, и производственных мощностей. Я скажу так, что кондитерскую можно считать отрасль одним из примеров того, как позитивно конкуренция влияет, даже конкуренция на таком вот, в чем-то монополизированном рынке, позитивно влияет на качество продукции и на то, как работают предприятия. Выход украинских продуктов питания на рынке ЕС не всегда идет гладко. Если с сырьем дела обстоят относительно неплохо, то с готовой продукцией сложнее. Мешает разница стандартов и жесткая конкуренция производителей. Тем не менее, по словам экономистов, Украине выгодно расширять именно экспортный сегмент готовой продукции, ведь такое производство создает новые рабочие места. Владимир Мазур, Юлия Семененко, Вадим Беликов, Борис Буцевич и Алексей Калмык. Медиагруппа «Объектив».